Только 12% населения Твери смогут больше полугода прожить на свои сбережения. Таковы данные портала Суперджоп. При этом 40% респондентов признались, что вообще не имеют каких-либо накоплений. В этой связи у граждан появляется все больше соблазна брать в долг. В первую очередь в коммерческих банках, либо в микрофинансовых организациях. Каков уровень закредитованности населения и нужно ли его снижать? В подробности у Романа Быкова. За 10 месяцев уходящего года объем кредитов, выданных населению Тверской области, составил 122 миллиарда 700 миллионов рублей. Задолженность физлиц увеличилась более чем на 17%. И на 1 ноября составила почти 182 миллиарда. По темпам прироста этого показателя мы пятые в ЦФО. Хорошо это или плохо? В нашем случае скорее первое, убеждены специалисты. Закредитованность, когда экономика находится на подъеме, то это хорошо. Это означает, что экономика растет, заработная плата растет, создаются новые рабочие места. И есть уверенность, что эти кредиты вернутся. Но когда вот в этом и опасность нашей страны, что кредиты берут от безысходности. Вот и получается, что у России большие проблемы. При средней закредитованности отдельно взятых домохозяйств всего-то в 16-18%. В то время как в Европе этот показатель составляет 35 и даже 50%. А в США и вовсе стремится к 100% результату. Однако там все в порядке, их экономики растут. Зато у нас сплошная стагнация. А значит, что-то надо делать. Центробанк тоже выразил обеспокоенность этой ситуации и предложил целый ряд мер. В частности, реструктуризация долгов граждан. Но при этом нужно еще и поменять законодательство. Чтобы процедура была максимально щадящей, чтобы не пострадали интересы и коммерческих банков. Еще один шаг – это кредитная амнистия. То есть для тех, у кого совсем все плохо и кто в принципе не может расплодиться с долгами. Но при этом банки должны ужесточить свою политику, чтобы не выдавать кредиты, кому попало. При этом ряд экспертов отмечает, что полное списание долгов может для заемщика потом выйти боком. Дескать, он автоматически попадет в черные списки всех банков. А значит, везде откажут, если такой человек придет когда-либо за новым кредитом. Однако такого варианта развития событий можно все-таки избежать. Самое главное, чтобы было правильно объяснено в своей ситуации, при какой ситуации это происходило, когда он объявил себя банкротом, и какая сейчас вероятность достижения успеха, когда он просит новый кредит. Соответственно, я думаю, что ни одна финансовая структура ему не откажет. Ну а еще одним важным рецептом против роста закредитованности эксперты называют жесткую финансовую дисциплину среди населения. Ведь сейчас в Твери лишь немногим более 2-3 горожан так или иначе планируют свои расходы. 32% в будущее стараются не заглядывать и сбережения не имеют. Что самое интересное, строже всего следят за своими финансами не обладатели скромных зарплат, а наоборот, те, у кого по меркам Верхней Волжи, очень даже хороший среднемесячный доход. От 80 тысяч рублей и выше.